Глава 7. Там, где светит солнце. Часть 2. Сидя возле палатки, разбитой в тени раскидистой яблони, две пони приготовились погрузиться в последние события из жизни неизвестной кобылицы. Оказалось, что надежная человеческая техника на удивление хорошо пережила испытания временем. Нужно было только подключить зарядное устройство. Солнечная батарея позволяла поняшкам еще долгое время пользоваться умными чудесами науки. Походило на то, что эта пони вела аудиодневник. Файлы были пронумерованы и отмечены конкретными датами. После недолгих манипуляций с подключением из динамиков послышался голос, который Rainbow Dash тут же узнала. Так, эта штука вроде работает. Раздался низковатый голос подруги с яблочной фермы. Я буду вести эти записи на случай, если их кто-то найдет. Ну или просто так. Я Applejack, и я ушла из европейского гигаполиса более месяца назад. Дойди сюда, я поняла, что дальше идти нет смысла. Зараженные земли остались позади, и если я буду еще медлить, у меня просто кончится еда. Но тут есть вода, трава и вроде как даже почва. Так что наука может помочь мне выжить. К счастью, я ботаник. И у меня есть что посадить. Поняшки изумленно переглянулись. Никогда не могла себе представить Applejack в виде ученого, сказала Rainbow. Она же фермерша до мозга костей. А всякие ботанские дела это скорее как Twilight. Sunset поставила запись на паузу и возразила. Мне кажется, это просто стереотип. Давай слушай дальше. Радужная поня кивнула, и единорожка снова включила воспроизведение. Как выяснилось, это Applejack покинула гигаполисы без малого век тому назад, когда исполинские конгломераты еще только принимали свой привычный вид. Странностью было то, что поня рассказывала о своем детстве и юности в стенах какой-то лаборатории. Когда же поняшка доросла до сознательного возраста и была выпущена из бокса ради обучения и тестов по социализации, то любимым ее местом стал биологический отдел научного комплекса, в частности, ботаническая оранжерея. «Из бесед с Твайлайт я поняла одну простую вещь», — поведал голос Applejack из «Динамика». «Ученые сами много не знают и говорят мудреные словечки лишь потому, что так заведено. Они редко, когда пытаются заглянуть в истинную суть вещей, предпочитая строить теории вокруг того, что уже известно». Санцет, прослушав эту запись, снова остановил воспроизведение. «Вот тебе и ответ, почему она стала ученым. Чем займут поняшу люди, занятые научной работой? Тем, что умеют и знают сами». Рейнбург завела копытами. И все равно не понимая, зачем ей этим заниматься? Этим ученым вокруг нее. Помнится, человеки не особо озадачиваются всякими там яйцеголовыми социализациями, когда покупают себе пони на потеху. Она там была не одна. Ты не догадалась? О чем? Кто эти Applejack и Twilight? Радужная пегаска, которая уже наскучила сидеть на одном месте, спросила. «Ну и кто?» «Twilight Prim и Applejack Prim. Прототипы. Первые пони в этом мире». «Ну с чего ты взяла?» Читала. «Дата совпадает. Ага. Дэш даже не потрудилась изобразить удивление или почтение. Круто. И чего ее сюда принесло, интересно? Она ушла из гигаполисов. После того, как... Потеряла всех подруг. И пропала. Среди пони бытует легенда, что она превратилась в дух пустоши. И помогает тем, кто как и она ушел прочь от людей. А она вот где была, оказывается. «Если это ее сад, то она и вправду помогла нам», ответил Рейнбу. «А откуда ты знаешь?» «У моей первой хозяйки», — объяснил Сансет. «Мне разрешали пользоваться киберсетью, в то время, когда со мной не хотели играть. Чтоб я не мешалась под ногами. Ну, и я общалась с другими пони. Читала». «А что стало с другими прототипами?» — спросила Дэш, в душе которой боролась извечное понящее любопытство и императивой поведенческой программы. Сансет Шиммер вздохнула. Это был как раз тот путь, что привело к осознанию истинной природы всех синтетов. А потом хозяева подтвердили подозрения поняши и показали ей визуальный ключ, снимающий блокировку восприятия соответствующей информации, очевидно, не желая возиться с объяснениями. Сансет тогда долгое время не хотела принимать истину даже после снятия блокирующего скрипта, пока не придумала объяснения, хотя бы в теории допускающие существование других миров. «Можешь не щадить мои чувства», — сказала Рейнбо, превратно истолковав колебания подруги. «Я уже большая кобылка, и могу спокойно воспринять то, что жившие почти век назад пони умерли». Сансет не стала спорить. «Рэрити и Флаттершай нашли покой в какой-то религиозной обители», — перечислила она. Пинки Пай сошла с ума, Рейнбо Дэш погибла при попытке разрушить лабораторию БРТО, тогда еще единственную. И, к слову, там держали безумную Пинки, к тому времени разрабатывая стоп-скрипты и тому подобное. А Твайлайт Спаркл, главный биоинженер, увез куда-то к себе. По слухам, она покончила с собой. Рейнбо, закусив губу, молчала почти целую минуту. Мысли радужной Пегаски были сейчас заняты тем, как исторические аудиозаписи шли вразрез с ее собственным мировоззрением. Она все же решилась спросить. «Но почему?» Судя по всему, они не могли смириться с тем, для чего их создали. И что собираются делать с их... потомками?» Уши Рейнбо прижались. «Людям нет прощения за это», — сказала она, чувствуя, как глаза начинают противно щипать. «Они не виноваты», — сказал Сансет. «Их стоит даже пожалеть». «Чего?» — удивилась Пегаска. Огненная пони печально улыбнулась и пояснила. «В их мире нет ничего прекраснее денег. Как не жалеть их после этого?» Про себя же она думала, что Рейнбо на удивление легко все это приняла, учитывая, что ее скрипт до сих пор не был снят. Впрочем, единорожке было невдомек, что скрипт Рейнбо Дэш работал несколько по-другому. Если большинство пони воспринимали информацию о своем истинном происхождении как розыгрыш или обман, то радужная пони просто не парилась по таким вопросам и представляла яйцеголовым самим ломать голову над непонятными вещами. Поведенческая программа поняша в таком случае вступала в конфликт с логикой, но не на критическом уровне. И, скорее всего, Дэш впоследствии просто решила бы отложить вопрос на потом, благополучно забыв о нем через несколько часов согласно защитным механизмам психики. В завтрак путешественниц вошли свежая трава, листья и даже местные яблоки и крыжовник. К сожалению, все плоды полностью одичали, превратившись в жесточайшую кислятину. Особенно, когда прошла эйфория от первых найденных натуральных продуктов. Настоящий сколоворот! Прокомментировала эта Рейнбо Дэш, скривившись после того, как попробовала одно единственное яблочко. Эпплджек в Эквестрии хватил бы удар от такого урожая. Сансет вынуждена была согласиться хотя бы мысленно. Плодовое изобилие сада все же оказалось малопригодным в пищу, хотя в данных обстоятельствах привередничать не приходилось. Кроме того, пока еще оставались листья, трава и цветы. На время еды единорожка снова включила аудиодневник древней Эпплджек. Пони ровным голосом рассказывала, как начала обживаться здесь, в местах, где экология начала восстанавливаться после деятельности человека. Упомянула земнопони и уже пройденные подругами токсичные джунгли. Правда, по ее словам, выходило, что простирались они значительно шире, по меньшей мере наполовину той оставленной за спиной пустынной территории. Но Эпплджек не шла сквозь них. Насколько было ясно из записей, земнопони прибыла сюда на флайере, наглым образом угнав его из лаборатории вместе с кучей оборудования, инструментов и образцов. Слежку же Эпплджек исключила, попросту выломав бортовой компьютер где-то на полпути. Правда, вскоре выяснило, что для стабильного полета и мягкой посадки он тоже нужен, и летающая машина с частью тонких приборов пришла в негодность сразу после приземления. Завтрак уже кончился, но пони продолжали слушать льющиеся на них откровения. Оказалось, что прототипы главной шестерки были созданы в течение буквально двух лет. Как Сансет поняла, ни о каких искусственных воспоминаниях тогда и речи не было. Было проведено лишь проектирование и производство физических оболочек, да еще какие-то наработки по характеру. Кроме того, аудиозаписи пестрели ссылками на какие-то документы в недрах планшета, до которых еще ни у кого не дошли копыта. А Сансет мысленно благословила то, что их зарядное устройство оказалось совместимым с планшетом почти вековой давности, по крайней мере, в части беспроводной подзарядки аккумуляторов. «Нам придется на месте учиться садоводству», сказал Сансет, снова отключая запись. «Чего?» — переспросил Дэш. «Но сначала нужно сделать кое-что важное», — закончила фразу Сансет, глядя в глаза подруги. Две пони стояли и молча смотрели на холмик земли под самой большой и раскидистой яблоней, вероятно, первой из многих. Над гробием послужила столешница от одного из меньших лабораторных столов. На белой и почти не потускневшей от времени тусклой эмали красовался схематичный рисунок из трех небольших яблочек, расположенных треугольником. Из планшета, висящего в сиянии кинетического поля, доносился слабый голос Applejack Prim, проигрывая последнюю запись. «Сегодня, проснувшись, я поняла, что не могу подняться с кровати. Похоже, года таки нагнали старушку Applejack, и прямо сейчас я чувствую, как онемение поднимается по телу. А еще меня не клонит в сон, хотя сейчас только утро. Так что, видимо, эта запись будет последней». В старческом голосе послышались насмешливые нотки. «Вот в такие моменты и пожалеешь, что не единорог с их магией-шмагией. Ладно, хоть кровать у окна. Я могу бросить последний взгляд на мой садик. В общем, кто бы теперь это ни нашел, сохраните для истории, что ли. Или еще как-нибудь пустите в дело. Я прожила хорошую жизнь, и мне не стыдно». Голос яблочной пуни еще что-то сонно говорил, но слов было не разобрать. Потом раздавался только едва слышный звук дыхания, уснувший пони. Наконец наступила тишина, хотя запись, судя по файлу, длилась еще несколько суток. Очевидно, ее просто некому стало выключать. На легком ветерке шерестили листья яблонево сада. На свежую могилу, где нашла свое последнее пристанище, первое из бесчисленных Applejack, с ветви упало небольшое яблоко. «Как думаешь, ей бы понравилось тут?» Тихо спросила Сансет Шиммер, прижимаясь к радужной пегаске. «Чтобы у меня перья повылазили, если нет?» ответила та и обняла подругу крылом. «Подумать только». «А раньше тут был всего десяток яблонь», сказала Сансет Шиммер, вспомнив просмотренные видеозаписи. «А вон как разрослись». «Да, только яблоки в рот не взять, кислятина». Поморщил с Рейнбоу, но единорожка только потыкалась мордочкой в район голубого ушка. Зато можно компот сварить. «Подумай, настоящие яблоки на грунте!» «Но ведь просто... просто нашли райский сад!» «Ага, и компот будет такой же кислый!» Поддела пегаска. Они еще так долго стояли, безмолвно прощаясь с той, о ком среди пони до сих пор ходили легенды. Единорожка была подумала, что, наверное, нужно что-то сказать, как голос подала Рейнбудэш. «Скачи на небесные луга, яблочная поняша, туда, где всегда сочная трава и спелые яблоки, и где тебя ждут, друзья!» Санса скосила глаза на подругу, но почтительно промолчала. Рейнбуджа продолжала говорить. «А встретишь там ворчливую даймонд-тиару со шрамом, передай привет и скажи, что мы ей очень благодарны и не сердимся, это... скучаем». Единорожка услышала всхлип и только плотнее прижалась к подруге. Более сильный порыв ветра шевельнул по ничьей грилы. Санса показалась, будто весь сад облегченно вздохнул, слившись, наконец, воедино со своей хозяйкой. Они не стали селиться в доме Applejack Prim. Уж очень там все казалось ненадежным и пыльным. К тому же мысль о том, что прямо там умерла пони, отталкивала подруг от подобных идей. По крайней мере, пока не начались холода. Обызг к доме сделал поняш обладателями различного рода и зачастую нуждающихся в починке инструментов, пришедшими в негодность зарядным устройством для устаревших компов, а также кучей научного оборудования, которым, очевидно, Applejack Prim пользовалась для своих исследований. А еще они нашли запечатанные в банках компоты и варенье. И хотя туда явно был добавлен универсальный консервант, это сильно подняло подругам настроение. Не придется экономить. Ничем другим пригодность запасов объяснить было нельзя, разве что магией. Но это было слишком уж не характерно для мира людей. Кроме того, Sunset обнаружил законсервированные в продолговатых капсулах черенки растений. Пони еще не знали, но именно это было главным сокровищем старого сада. Возможность заново привить деревья и снова сделать их плоды большими и сладкими. Наконец, запасы всевозможной химии и концентратов. Очевидно, Applejack собиралась в свое последнее путешествие основательно и надолго. Накрывшая мир ночь над пустошами была полна звезд. Настоящих живых, взирающих с медленно крутящихся небес в компании с Млечным путем. Луна в этот раз решила не посещать небосклон, дав двум смертным в полной мере насладиться красотой иных светил. Гигаполисы не могли предложить своим жителям настоящие звезды. Да, виртуальная реальность, планетарии и прочие элементы современной культуры не давали людям забыть, что такое ночное небо и космос. Но предлагаемый суррогат не шел ни в какое сравнение с природной красотой. «Сперли все небо!» буркнула лежащая на спине голубая пегаска, радужная грева которой казалась растрепанной больше обычного. «Что?» но вострела ушки лежащая рядом оранжевая единорожка, которую уже почти сморила томная дрема после целого дня занятий. Они лежали на расстеленном брезенте неподалеку от речного берега. «Я говорю, настоящее небо в гигаполисах сперли!» повторила радужная пегаска. «Подумать только!» «Лет сто этого никто в натуре не видел!» «И лет сто тут вообще никого разумного не было!» «Кроме одной поняшки, что нашла в себе смелость уйти из этих каменных мешков!» «Агась!» Единорожка тоже перевернулась на спину и подвинулась ближе к подруге. Рейн Будеш обвела копытом неба. Представляешь, Сансет? «Целый мир для нас двоих!» «Тут ведь никого нет!» «И не будет еще долго!» «Звучит невероятно соблазнительно!» пробормотала огненная пони, в голосе которой вновь появились сонные нотки. «Имеешь что-то против?» «Не-а!» Пегаска невольно дюрнула ухом, когда почувствовала дыхание подруги. «На природе здоровско!» «Никого нет под открытым небом полным звезд!» «И мы можем делать, что хотим, ни на кого не оглядываясь!» «Лопать то, что найдем!» «Построить дом там, где хотим!» «Бегать голышом!» «Валяться любой звездами или закатом!» «Блин!» «Я несу романтическую чушь, да?» Она покосилась на Сансет Шиммер, которая, прикрыв огромные глаза цвета морской волны, промурлыкала. «Продолжай. Даже нести романтическую чушь ты умеешь просто потрясно!» «Хе!» «Спасибо!» «Так вот, я думаю...» «Блин, ты меня сбила!» Она шутливо пихнула расслабленную подругу, но ты только фыркнул от удовольствия. «Просто скажи это!» Тихо сказала единорожка. «И пусть все утрутся кому-нибудь в моготу!» «Тут никого нет!» «Пофиг!» «Я люблю тебя!» «Ты мне стала ближе, чем кто-либо в жизни!» «Как сестра просто!» «А какая?» Хитро сощурилась единорожка. «Старшая!» Нераздумывая ответила Дэш. «Хе-хе!» «Я тебя тоже люблю!» «Чудо ты радужное!» Сансет Шиммер зевнула. «Кстати!» «Насчет того, чтобы бегать голышом!» «Это выглядит здравой идеей!» «У нас нет сменной одежды!» «И если испортим эту, придется импровизировать тут!» «А то, что было у Эпплджек давно рассыпалось прах!» «И по всем при этом ни ты, ни я не умеем шить!» «Она ждала, что Рейнбо откажется, будет смущаться и может даже трогательно краснеть!» «Но та ответила» «Ага, будем как в Эквестрии!» «И вообще, это земля пони!» «Как хотим, так и ходим тут!» «Точно!» улыбнулся Сансет, прикрывая глаза. «Начнем прямо завтра!» «Нам надо будет все-все изучить тут, а потом решить, что делать дальше!» «Но я так боюсь, что...» Дэш вдруг оборвала речь и покосилась на подругу. Та, продолжая прижиматься и положив на Рейнбо переднюю ногу, уже спала, издавая то самое трогательное сопение, которое привлекло внимание Пегаски. Рейнбо улыбнулась и расслабилась на спине, смотря в полную звезд бездну. Вскоре сон сморил ее. Пегаске хватило сил только дотянуться до походного одеяла и укрыть себя из Сансет. Вскоре прижавшаяся друг к дружку пони сладко спали, в кои-то веки не одолеваемые беспокойными думами или же просто болью, ни душевной, ни физической. Рейнбо Дэш сидела и с ворчанием выдирала из шерсти репей колючки. Когда же этот нелегкий труд был завершен, Пегаска резюмировала. «Знаешь, я, пожалуй, больше не хочу, как в Эквестрии, с голым кропом ходить. Как-то непривычно это, что все на шерсть попадает и потом чешется. Сансет, на которой тоже ничего не было, села рядом и помогла избавиться от следов пребывания в прибрежных кустах. Рейнбо полезла туда, потому что там ей показалось движение. Как оказалось, это была жаба, первое существо, не считая насекомых, которые встретились поняшком тут. А еще, нас сегодня ждет незабываемое ощущение отстирывать налипшую на твою шерсть смолу, проговорил Сансет Шиммер, оглядывая подругу. И где ты только умудрилась ее найти? Ни одного хвойного дерева на миле вокруг! Рейнбо вздохнула, увидев, что и в шорстке подруги тоже хватает всякого мусора, а яркая шкурка даже потускнела от пыли. Кажется, кому-то пора принять душ, сказала она. Сансет кивнула, с языка сняла. Обеим пора. Вот только есть одна проблема. Ближайший душ у нас сотнях километров. Повисло тягостное молчание, которое нарушила радужная пегаска. В реке вода малость мутная, но я тут видел ручеек, очень живописный, и недалеко. Спустя несколько минут пони стояли на бережку весело звенящего ручья, Дэш попробовала воду и тут же отдернула копыта. Брррр, ледяная. Задубеем. Сансет, у которой через спину было перекинуто полотенце, спросила, может воспользуемся каким-либо горячим источником? Дэш обреченно вздохнула. Нет тут никаких горячих источников. Можем в реку пойти, но там вода немногим теплее и при этом не такая чистая. Сансет развела копытами. Или так, или ходить со смолой на боку. Скажи спасибо, бычок, смоляной бочок, что на крылья не попало. Кстати, тебе не мешало бы перышки тоже помыть. Дэш издала тихий вой. Не то, чтобы она сильно боялась простудиться. В небесах холодно, пегасы к такому привычны. Но вот любить не обязаны. После купания пони сидели возле спешно разожженного костра, завернувшись в полотенце и одеяло, и жались друг к дружке в попытках согреться побыстрее. Рейнбу Дэш старалась, чтобы зубы не слишком громко стучали, проворчала. И как-то только пони в Эквестрии с этим справляются. Не знаю, отозвалась Сансет Шиммер, которая чувствовала себя ничуть не лучше. Это все же мультик, кроме того, какая-никакая цивилизация в Эквестрии есть. Это был риторический вопрос. Единорожка улыбнулась. Нам придется тут многое сделать. Рейнбу кивнула. Она и сама понимала, что с каждым днем холодает, а жить в палатке и бегать без одежды можно только летом. По всему выходило, что беззаботному отдыху в яблочном саду приходит конец. Сансет Шиммер всерьез взялась за дошедшей из прошлого записи. Эпплджек старалась быть последовательной в своих исследованиях, но иногда прерывалась на собственную биографию или погружалась в воспоминания. Сансет сделал для себя вывод, что яблочная поняша, будучи существом социальным, отчаянно скучала по общению, ведь здесь, кроме растений и насекомых, почитай никого и не было. Решив насущные нужды путем взращивания фруктового сада, крыжовника и картошки из остатков собственных запасов, Эпплджек стал заниматься тем, чему было обучено, а именно научными изысканиями. В записях нашлись графики и результаты каких-то расчетов, записанные столь заумным языком, что Сансет перечитывал некоторые предложения по нескольку раз. В земнопоне исследовала изменения окружающей среды, брала пробы и собирала данные для исследований. Рейнбуддэж же, удостоверившись, что никакой фауны страшнее диких пчел тут не водится, стала летать по округе в целях разведки. Как оказалось, садом огромная зеленая зона не ограничивается. Дальше, на восток и юг, простиралась уже натуральная лесостепь. Вид получался немного пустынный, ввиду практически полного отсутствия животных, но все же это были не пустоши, а растения не содержали в себе ядовитых веществ. Эпплджек в своих исследованиях была права. Экология планеты начинала восстанавливаться и отнюдь не благодаря людям. Природа сама умудрилась справиться и с металлом, и с химией, и даже, возможно, с радиацией. А когда запасы новых веществ иссекали, не успев образовать круговорот, то освободившиеся территории занимали более привычные пони и людям трава и деревья. А это означало, что программа гигаполисов со скрипом ну оправдывала себя. Правда, официально сообщалось о невозможности жизни вне пределов городов, но и сейчас Панеша понимала, что делалось это, чтобы человечество, сконцентрированное в легко, как правило, контролируемых конгломератах, снова не разбрелось по планете. И, конечно, не начало новую грызню за ресурсы, территорию, правильных богов или попросту от природной дурости. Rainbow Dash закончила обследовать окрестности на несколько десятков километров во все стороны и, выработав в себе режим тренировок для поддержания формы, неожиданно проявила интерес к другим записям Applejack Prim, а именно к тем, где та пыталась писать. Кроме аудиофайлов, планшет содержал бесчетное множество результатов исследований, а также личные файлы в виде стихов и какой-то прозы, очевидно написанные от скуки. И теперь, также пытаясь разнообразить досуг, Rainbow Dash читала то, что Applejack Prim писала десятки лет тому назад. Дом пришлось восстановить. Припозднившаяся осень заставила Панеж пересмотреть преимущество ночевок под открытым небом или в палатке. К счастью, они успели вовремя, и первый снег встретили в натопленном и утепленном заново домике. Благо, снятый с флайера обогреватель, вполне справлялся. Именно тогда, в долгие зимние вечера, Rainbow тоже начала писать. Сперва не уверена и не слишком умела, и во многом подражая Applejack Prim по стирю, но если Земнопони писала в основном свои наблюдения за многострадальной природой, то Dash в своих рассказах больше внимания уделяла испытаниям и приключениям. Sunset иногда думала, что когда Rainbow, смущаясь и краснея, впервые принесла подруге результат своего творчества, это было одной из самых милых вещей, что дело отчаянная названная сестренка. Вскоре стало понятно, зачем Applejack заготавливала консервы. Зимой взять понячью пищу было практически неоткуда. И хотя морозы были совсем небольшими, следовало признать, что без запасов старой хозяйки дома обе поняшки скорее всего не выжили бы. Впрочем, и винить их в плохой подготовке к зиме было некому. Так или почти так минул целый год, наполненный бесценным опытом и хозяйственными хлопотами. За ним еще один, которому подготовились куда лучше. Sunset, опираясь на записи Applejack, привила большинство растений в саду, выпало сорняки и не слишком густой подлесок. Кроме того, пони вместе возобновили консервацию. Благодаря части оборудования они смогли получить мед местных пчел, что резко снизило природную потребность сахаря, что, к слову, могло вылиться в проблему в ближайшее время. Рафинад давно кончился, а первый год приходилось довольствоваться припасами Applejack. Совместная работа только укрепила дружбу между поняшами. И хотя Rainbow не могла в этом мире двигать облака и влиять на погоду, все равно старалась помогать изо всех сил. А недостаток знаний компенсировало рвением. Кроме того, близость реки позволяла не думать об источнике водоснабжения. Подним втянулись в рутину жизни на природе и почти не пользовались благами цивилизации без крайней необходимости. Во-первых, не было нужды, а во-вторых, помогало отказаться от мыслей, что любая, даже самая надежная техника когда-нибудь выйдет из строя. Сансет Шиммер, наблюдая за подругой, иногда думала, что та вдали от людей стала почти неотличимой от своего мультяшного оригинала, разве что спокойными вечерами предпочитает не читать, а писать. Одним из вечеров новой весны единорушка в очередной раз увидела, как Рейнбу Дыш, высунув от усердия язычок, ловко тыкает кончиками перьев по сенсорам планшета. Полюбовавшись на эту картину, Сансет не удержалась от вопроса «Что пишешь?» «История о том, как пони в мире людей получили свободу», сказала Пегаска, оторвавшись от своего занятия, как нашли способ преодолеть бесплодие и нашли собственный дом в бывших пустошах благодаря самопожертвованию отважной Пегаски. Сансет улыбнулась. «Думаешь о тех пони, что остались в гигаполисе?» «Не только о пони!» «Вообще обо всех!» Пегаска вздохнула и грустно опустила уши. «Я как будто слышу эти стоны и крики из недр бетонных гор каждую ночь, пока мы тут выращиваем яблочки». Единорожка опустила глаза. Ей самой было не по себе, что они вдвоем живут здесь в безопасности, в то же время, как в гигаполисах миллионы живых существ вынуждены выживать по жестоким законам человеческого мира. «Хочешь вернуться?» уточнила Сансет то, о чем думала и сама. «Нас разыскивают, знаю, но у нас есть настоящая земля обетованная. Она может вместить куда больше, чем двух пони». «Готова стать пророком?» улыбнулась огненная единорожка. Пегаска задумалась на пару секунд, затем сказала. «Те, кто захочет, смогут уйти. Это главное!» «Чтобы тут полноценно жить?» заметила Сансет. «Придется или ходить в гигаполис за молодежью, или решить главную проблему синтетов — бесплодие. А это могут сделать только люди». Рейнбо фыркнула. «Как же!» «Я скорее поверю, что человеки возьмут и прям так сразу всех освободят!» «Я уже достаточно видела, чтобы понять. Скорее алмазные псы займутся благотворительностью». «Ты права», вздохнула Сансет. «Тогда собираемся?» навострила уши радужная писательница. «Если только осенью», уверенно сказала Сансет. «Нужно будет собрать урожай, заготовить запасов на зиму и в дорогу, закрыть дом как следует, а то и построить еще, и вообще сначала придумать план, скольких мы приведем, где поселим, чем будем заниматься». Рейнбо улыбнулась и обняла подругу. «Принесем им солнце», тихо сказала Пегаска. «Ага». Сансет покрепче прижала радужную пони в рюкзаке. Мысленно она уже прикидывала, как лучше будет запастись припасами в дорогу, каким способом обойти чудовищную свалку и вообще проникнуть в гигаполис. И главное, что сказать тем, кто захочет слушать о новой земле, где со временем каждый сможет найти себе новый дом. Эпилог Даймонд Тиара Ингрид подтянулась на импровизированном турнике в 50-й раз и обессиленно рухнула на пол. Поставленная вертикально кровать угрожающая качнулась, но устояла. Розовая пони, тяжело дыша, бросила мимолетный взгляд на стену, всю исцарапанную черточками. Прошло уже много времени. Тиара не взялась бы сказать, сколько именно. Она бросила считать дни после того, как у нее кончилось свободное место. Кроме того, не слишком способствовали точному счету несколько суток беспамятства. Даймонд усмехнулась и покосилась на узкое окошко под потолком. Единственный источник святоднем и свежего воздуха вообще. Туда взрослой пони было физически не пролезть. Это она выяснила в первый же день. Поэтому там не было даже решетки. Только обычная оконная рама, через которую зимой, к слову, неслабо так поддувала. При желании Даймонд была еще в форме дать отпор любому, кто попытается ее изнасиловать. Но управляющий занюханного борделя незабудка сказал, что в таком случае пони прикуют койки за все конечности и освобождать будут только для санитарных нужд в лучшем случае. Чтобы сохранить и без того невеликую возможность двигаться и держать себя в форме, Дэм и Тиара Ингрид со скрипом зубов согласилась обслуживать отбросы трущоб. Правда иногда не удерживалась от язвительных замечаний, за которыми обычно следовали побои. Либо от клиента, либо от администратора, которому тот жаловался. За минувшее время бывшая гладиатор хорошо приспособилась, не давала себе размякнуть, блюла чистоту настолько, насколько позволяли возможности, стала философски относиться к сексуальному насилию и в некоторых случаях даже умудрилась поспать во время сеанса, хотя потом и заработала очередной скандал оттощего пита. Кормили розовую жемчужину заведения не то чтобы хорошо, но и не впроголодь. По той же причине, по которой шлюхам в пониплее выдавали двойной паёк, никому неохота было бы пользоваться кобылку, от которой остались только кожа до кости. Более того, даже какая-никакая медицинская помощь тут иногда оказывалась, потерять поняшку, что приносило заведению изрядную долю дохода, пить не хотел. Так что все не так плохо, как могло бы быть, в миллионный раз мысленно сказала себе розовая пони. При мыслях о еде живот издал недовольное бурчание. После какой-то неясной возни за дверью ей перестали приносить еду. И клиенты тоже куда-то пропали. Не было слышно даже, как очередная мразь развлекается в соседних помещениях. Так было уже вторые сутки подряд. Но Тиара еще не настолько отчаялась, чтобы начать звать тюремщиков на помощь. Думая об этом, она включила на полную воду из крана и влезла под ледяную воды, строго-настрого запретив себе пренебрегать гиеной и превращаться в больную развалину. Она за все время заключения почти не задавалась вопросом, зачем упорно цепляется за жизнь, зачем терпит все со стороны людей, фурии и прочих фриков, в богатом репертуаре издевательств которых изнасилование было отнюдь не самым худшим и шрамов на розовой шкурке за минувшее время изрядно прибавилось. Розовая спасение, Маус крыса такая, позаботился, чтобы о местонахождении Тиары Ингрид никто не знал. А даже если бы узнали, вряд ли стоило рассчитывать на помощь. Единственные, кого бывший гладиатор могла назвать друзьями, давно уже умерли. Даже если предположить, что двум поняшкам удалось сбежать от ищей к Маусу и полиции в пустошах не протянуть долго, это общеизвестно. По крайней мере двум маленьким пони, привыкшим к благам цивилизации. Так что Даймон Тиара была более чем уверена, что Сансет Шиммер вторая и Рейн Будеш семнадцатой мертвы. Вообще их план ухода из гигаполисов изначально был бегством никуда. Не считать же в конце концов смутные намеки о восстановившейся природе за реальный шанс. Но лучше уж так, чем то, что приняла на себя она, Даймон Тиара Ингрид. Единственная цель, которая заставляла розовую пони гладиатора цепляться за жизнь, было желание пережить лопоухую крысу в белом костюме. В идеале увидеть когда-нибудь его труп. Ну или хотя бы помочиться на его могилу. И хотя шансы на это были еще меньше, чем на выживание Рейнбу и Сансет, все равно это было много лучше, чем ничего. Поэтому пони продолжала бороться, стиснув зубы, терпя немыслимые унижения и надеясь. Потому что иначе пришлось бы сдаться и признать, что Маус победил. А на это Даймон Тиара Ингрид не пошла бы ни за что. Конец